Трактор Запорожец. Уникальный трехколесный трактор, созданный в СССР в начале 1920-х годов специально для небольших земельных участков. Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим про Запорожец. История трактора началась в 1921 году, когда инженеры Геркальтер Эмпель и Леонгард Унгер решили создать простой и надежный трактор буквально из того, что было под рукой. Работали они в тяжелых условиях после военной разрухи, практически без чертежей, лишь по карандашным эскизам. Первый опытный образец был готов уже в 1922 году. Трактор собрали на небольшом заводе в Кичкассе вокруг 12-ти сильного двухтактного нефтяного двигателя «Триумф». Через год производство перенесли в Большой Токмак, ныне Запорожская область, где началась серийная сборка. Самая заметная черта запорожца – три колеса вместо привычных четырех, одно большое ведущее колесо сзади и два поменьше спереди. Такая схема позволила отказаться от сложного и дорогого дифференциала, упрощая обслуживание. Еще одна особенность – возможность автоматического управления. Правое переднее колесо специально регулировалось по высоте и шло по борозде от предыдущего прохода. Это позволяло трактору двигаться во время вспашки ровно без постоянного вмешательства тракториста, что было прообразом современного автопилота. На трактор установили простой, но оригинальный двигатель. Это был одноцилиндровый двухтактный мотор колоризаторного типа мощностью 12 лошадиных сил. Позже ее увеличили до 16. Особенностью двигателя было то, что он работал без традиционного карбюратора и системы зажигания. Вместо этого перед запуском его специальную головку – колоризатор – разогревали до красна. Интересным решением было добавление воды прямо в цилиндр вместе с топливом. Это охлаждало мотор, предотвращало образование нагара и увеличивало давление в цилиндре за счет пара. Двигатель мог работать практически на любом жидком топливе – сырой нефти, керосине или даже растительном масле, что было крайне важно в условиях послевоенного дефицита топлива. У трактора не было привычной коробки передач. Скорость менялась просто регулировкой оборотов двигателя. Передача мощности на колесо шла через простую фрикционную муфту с кожаной накладкой. Рабочая скорость была 3,6 км в час с небольшим диапазоном регулировки. У трактора также была возможность двигаться задним ходом, меняя направление вращения коленвала с помощью специального рычага. В 1923 году Запорожец получил награду на сельскохозяйственной выставке за оригинальность конструкции и выиграл соревнования с гусеничным трактором «Холд». Затем весной 1925 года в сравнении с американским «Фордзеном» советский трактор показал себя более экономичным и производительным, быстрее вспахивая землю и расходуя меньше топлива. Несмотря на прекращение производства запорожца в 1927 году, многие экземпляры продолжали служить долгие годы. Особенно примечательна история трактора «Запорожец номер 107», на котором тракторист и механик Митрофан Иларионович Роскат из Черниговской области бессменно работал с 1924 по 1958 год, более 30 лет. В годы немецко-фашистской оккупации он разобрал трактор, надежно спрятав узлы и детали. После освобождения Запорожец вновь был собран и помогал восстанавливать разоренные земли. Сегодня сохранился всего один экземпляр, находящийся в музее Чернигово. Интересно, что название Запорожец трактору дали после переименования города Александровска в Запорожье. Позже это имя стало знаменитым благодаря советскому малолитражному автомобилю. Запорожец был одним из первых успешных советских тракторов и ярким примером инженерной смекалки того времени. Простота конструкции, возможность работы на любом топливе и надежность сделали его важным шагом в механизации советского сельского хозяйства. Такой вот Запорожец. Если понравилось, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайки. Впереди еще много интересного. Всем счастья, радуйся, любви. Пока!